И всем привет, ребят! С вами Старваник, я еще записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему бездонату. Сегодня у нас уже 17 серия. И сегодня у нас есть одна интересная новость, интересное приобретение, которое мы с вами сегодня реализуем. Сегодня у нас на аккаунте уже 486 танкоинов, не считая того, что у нас есть еще танкоины с недельных контейнеров. И сегодня будет приобретена одна очень интересная покупочка. Но перед тем, как мы перейдем уже к покупкам, мы сначала же сделаем открытие контейнеров. Как всегда, за каждые 10 ваших поставленных лайков мы открываем один контейнер. И сегодня у нас очередная пятнашечка контейнеров будет открыта. У нас уже на аккаунте накопилось целых 71 контейнер. И из них пятнашечку мы откроем. Поэтому давайте приступать. Ну а вам я могу сказать, чтобы вы, как всегда, поддерживали видос лайком. И мы дальше будем продолжать эти контейнеры открывать. По десяточке. Вернее, по одному контейнеру за каждую десятку лайков. 3500 падает, x2. Мне нужны были бы кристаллы и кристаллов побольше желательно. Ну по 3500 тоже неплохо, конечно. Но если бы там по 10, по 25 падало, было бы вообще великолепно. Батарейки падают. Батарейки вроде как тоже нужны. 3500 еще. 10 тысяч кристаллов сверху. Миночки. И осталось еще 5 контов у нас. Десятку я уже открыл. Первый. Второй. Третий. Четвертый. И пятый. Что-то сегодня по свечениям прям вообще очень-очень скудно. Очень печальненько. Так, зайдем теперь в гараж. Посмотрим, что у нас по прокачкам. На черную пятницу я здесь диктатора страйкера на прокачку ставил. Что у нас по дрону? По дрону тоже дрон надо поставить на прокачку. Уже прокачался. На пятый шаг у нас уже бустер качается. А по поводу дико страйкера. Тут еще диктатор меньше суток. А страйкер еще полтора дня. Да, у нас осталось. По прокачке. Но сегодня, сегодня мы приобретаем, конечно же, третий резист. На него нам надо 500 тонкоинов. У меня сейчас 486 есть, как я уже и сказал. Поэтому мы открываем недельные. Или мы можем старые недельные даже открыть. Старые недельные там вроде как обновляются по заработку. Поэтому открываем недельные контейнеры. Получаем недостающие танкоины. Еще и 200 тысяч целых кристаллов. По 2000 каждой расходочки. О, и сейчас еще аптек насыпет. А то у меня проблемы в последнее время были с аптеками. Ну, вроде как уже там чуть-чуть накопил. Но все равно. И 160 тонкоинов сверху. Итого у нас становится 646 тонкоинов. И долгожданный третий резист у нас покупается. Открывается слот. И порезу. Порезу. Теперь самый главный вопрос. Какой резист брать? И давайте, я думаю, что мы пока что его приобретать не будем. Да, мы просто открыли слот. А какой резист купить? Скажете вы мне в следующем уже видосе. Ну, вернее, не в следующем. В комментариях к этому видосу. И в следующем видосе я его приобрету. У меня вообще стоит вопрос. Наверное, между резистом от Теслы. И резистом, наверное, от какого-нибудь там Гаусса. Мне так кажется. Да, то есть. Но напишите, пожалуйста, вы. Какой резист все-таки сейчас более востребованный, актуальный. И какой стоит мне приобрести? У нас стало, кстати, 330 тысяч кристаллов. И это очень и очень хорошо. Посмотрим, что у нас с этим по заданкам. И постараемся заданки тоже выполнить на этом видосе. Ну, захват флага здесь вообще ни к чему. Доставить три мяча. Три мяча тоже как бы, ну, такое себе. Поэтому, ладно. Давайте постараемся хотя бы быстренько две заданки выполнить. У нас одна в командном бою. Вторая в осаде и третья в регби. Ну, попробуем. Давайте. Может быть, получится сейчас быстро все выполнить. Нас на каким-нибудь там суперкаточке подпикнет. И будет все very wonderful. По званию, как вы видите, у нас уже осталось 20 тысяч. 20 тысяч фондов пока что у нас. И повышенного опыта в игре за последние полторы недели не было. Да, возможно, на следующих выходных что-то у нас будет. И я думаю, что вот ближайшие там какие-нибудь скидочки. Ой, вернее, какие-нибудь ивенты с повышенными опытом фондами. Плюс, если у нас будут какие-то там супермиссии. Я думаю, что сразу же у нас уже звание поднимется до генерал-лейтенанта. Но сильно особо, наверное, мне торопиться не к чему. Да, там прям лететь по этой званочке. Но все равно хочется, хочется уже что-то повыше быть. Так, и мне надо постараться сделать досрочку в этой катке. Очень часто теперь уже начало кидать меня к легендам. Постоянно такие уже более плотные бои получаются. Но мой дико-страйкер и с такими ребятами справляется довольно хорошо. Все получается, мне нравится. Поэтому надеемся на то, что может быть даже здесь мы сейчас сделаем досрочку в этой катке. Здесь у меня команда будет такая заряженная на победку. Ну и заодно посмотрим, как я вообще здесь с легендами справлюсь. Смогу ли я непосредственно с легендами занять первое место? Получится ли все это дело реализовать? Так, пробуем сейчас здесь по праву быстренько запушить и покидать урончик. Да, у нас тут какие-то молодые люди с резистами от страйкера играют. Нынче вообще резист от страйкера не нужен. Трайкер не нагибает. Зачем они играют с резистами от страйкера? Я, честно говоря, не знаю. Ну ладно. Не будем сильно обращать на это внимание. Будем просто стараться выполнять свою работу качественно и наносить грамотный урон. Нифига себе, у меня сейчас гром прицел сбил жестко. Жесткий гром какой-то попался. Еще и с аптечкой. Ну да, против легенд, конечно, которые хорошо качаны, уже тяжеловато на таком дикострайкере играть. Но ничего страшного. Ничего страшного. Мы уже будем его выкачивать до МК-7. С МК-7 уже будет еще попроще. А после МК-7, когда у нас пойдет уже рубочка за прокачку на МК-8. Когда там до маршала я долечу, наверное, да? Будет, я думаю, что очень-очень достойно. Очень достойно. Так, мне Хантер сразу контрит. Нифига себе жесткий Хантер. Зачем на меня возвращаться? Что я сделал плохого этому Хантеру? Я всего лишь хотел там на центре напушить чуть-чуть. Чуть-чуть урончика напушить хотел. О, диктатор овер есть. Блин, не успел я из еду слить. Вот, неплохо. Сейчас из еду нарез подправить. Так, ну мы улетаем, если честно, по катке. Мы улетаем. Мне надо 400 крисов заработать в ней, да? Но если мы даже улетим, 400, ну, в принципе, поднять реально. Даже на катке, на которой мы улетим. Ну, пока не знаю. Посмотрим. Сейчас еще что-то будет. Вообще, было бы неплохо, если бы досрочка была. Если будет досрочка, может быть, будет шанс выполнить все заданки. На этом видосе. А все заданочки на одном видосе, это, ну... Это уровень! Это уровень! Очень хороший уровень! Жесткий! Так, овердрайв давайте. Заюзаем. Блин, аптечку не смог дать почему-то. Скорее всего, из-за овердрайва. Сразу мне аптеку не дало завязать. Но нас уже начинают респить прям жестко. Нас уже прижимают к респу и начинают уносить. Так, это очень хорошо. Здесь купол пропал. Ну, мне все равно какой-то страйкер сливает. Вот такие команды в матчмейкинге, да? Вот такие команды, да? У меня первое место. И при том, что счет 7 на 8. УПшку, конечно, держать хорошую, положительную против легенд пока что мне тяжеловато. Признаюсь, тяжеловато. Моментами прям очень плотно меня наваливают. И что на стримах я когда заданки выполняю, что на видосах, вы сами видите. Ну, не все так приятно получается, как было бы, например, с моими званиями на этом аккаунте. Но перепикиваю я бои редко. Стараюсь играть все, что подпикивает. Поэтому, ну, нужно стараться больше. Нужно стараться больше. Может быть, что-то, что-то получится тогда у нас. Противника уже 60 почти. Хиллов у нас 35. Ну, это очень большой перевес. Уже сейчас. Под конец вообще может быть такое, что у нас будет каких-нибудь 60-70. У противника уже будет 150-ка. Так, изиду хотя бы уносим. Это неплохо. Но для 400 кристаллов мне надо, наверное, в этом бою примерно 400 очков и набить. Уж иначе, мне кажется, что мне не дадут здесь столько крисов. Без 400-ки. Криты очень хорошие залетают. Тайминговые. Прямо то, что надо. Так. Даже много, я даже сказал, критов выпадает. Еще один крит, офигеть. Вот этого бы молодого чебурека слить. Ай, не попал там. Чуть-чуть не читнул его. Его стеночку. Так, 200 очков. 10 на 10. Команда у нас какая-то такая. Тухловатая, тухловатая. Тухлянский какой-то у нас. По команде. Так, пытаюсь на дальнике чуть-чуть пострелять здесь. Чтоб меня не респанули. Оп, по изидочке хорошую плюшечку. Оп, добавочка. Оп, добавочка. Хорошо, супер. Здесь можно и по Тесле чуть покидать. Оп, хорошо. Теслочку тоже убираем. Ну, хоть Респ можем чистить. А то, если бы даже Респ не могли чистить. Оп, еще один крит хороший. Уверенный. Давай. Оп. Ладно. Я добил, но. Хоть команда справилась тоже неплохо. Так, да, дашечка моя на кулдауне. Кстати, что у меня тут по расходке? 700 аптек у меня стало. Нормально, нормально. Нормально, 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 нормально. Нормально. Так, меня Эзида опять схавала. 50 на 80. 50 на 80. Дэм, 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 дэм. Ну, такое, ну, такое. Ой, ну, такое. Не знаете, вот в чем весь прикол в том, что ты как бы играешь, да? Проигрываешь. Думаешь, блин, ну как камбэкнуть такую катку? Ну, как? Что сделать мне? Чтобы эту катку закамбэчить? А, ну, сделать-то, по сути, я особо-то ничего не могу. Ну, то есть, от меня с моим вооружением тут, ну, зависит максимум, ну, процентов 5. Процентов 5 нашего успеха. Потому что, ну, во-первых, у меня аккаунт не качанный, да? Не жесткий, да? Во-вторых, я играю против легенд, против легенд, да? То есть, у которых может быть вообще фулл комплект, фулл качка и броненосцы там, все дроны выкачанные, да? А у меня что? Что у меня? Что у меня? У меня МК-6. У меня просто МК-6 с Брутом. И с двумя резистами, да? То есть, ну, и все, что я смогу сделать, ну, МК-6 5 процентов. МК-6 5 процентов. И то. И то. И то. И то на первом месте иду. И то на первом месте иду, да? То есть, ну, что я могу сказать? Что я могу сказать? Ничего я не могу сказать. Стараюсь. Стараюсь выполнить заданочку. Работаем. Работаем, ребяточки, работаем. Еще добавки бы ему кинуть. Оп, хорошо. У меня громче-то как-то так по безрезистому ему неплохо накидывает. Может, рез от грамма надо покупать, нет? Программов я смотрю в этой катке, например, много. Но Тесл тоже много использует. Ну, ладно. Это мы уже решим в комментариях к этому видосу. Вы напишите. Там уже будет видно, что мы будем приобретать себе. Там уже будет видно. Тесла, да, наверное, такая актуальная тема. 325 очков. Осталось противнику 37 килов. Мне надо еще 70 где-то очечь. И чтоб наверняка здесь 400 своих ржавых получить. Если 400 ржавых получу, то будет шикарно. Шикарно будет. Оп, нифига себе, страйкер жесткий. Чем такой страйкер жесткий играет? Непонятно. Вот дико страйкер, например, тоже чел шарит за мету. Это какое у него звание? Легенда это? Не легенда, 30% рез. О, не, легенда с 30% резом. Офигеть. Легенда с 30% резом. Ё-моё. Вот это нынче легенда. У меня 30% на генерал-майоре. А там на легенде 30% рез. Так, пробуем от этого. Крусейдер слить. Фига, он жесткий. Он жесткий на развале, тип. Да-да-да, страйкер, короче, у него удачные. Ну, такие уверенные, знаете. Уверенные. Ой-ой-ой, жестко. Зато залетела критулечка красивая. Так, сейчас бы овердрайв выразить тиммейту. Хорошо. И туда добавить. Ладно, понял, не добавил. Куда добавить? Хорошо, пойдет. Пойдет. 24 килла. 124, вернее, у противника. У нас 90. Ну, я думал, что мы тут 70 максы сделаем. 70-80. Мы уже даже 90 сделали. А что, команда что-то даже сопротивляется. Сопротивляется, старается. Это не может не радовать. Так, хорошо. Сосулечки увернулся. 17 киллов противнику осталось. Здесь досрочка будет где-то... Наверное, еще минутку покатаем. Еще минутку постараемся. Но по кристаллам свое я точно должен получать. Четыре. Четыреста сотиков своих. Четыреста копеечек своих. Должен зарабатывать. Так. Изиды неплохо, кстати, ушел. Изидки неплохо ушел. Изиды тоже сейчас... Приоритеты очень встречаются в большом количестве. За счет того, что у нас в челленджи добавляли изиду с этим... Как он называется? Изиду с... Вампиризмом. 10 киллов. Даже 100 киллов сделали. Ну, по месту, ну вы сами все видите. Здесь у меня 500 очков. А у легенд моих 300 и меньше. Ну... Ну, я уже ничего не могу говорить. Вообще. Просто ничего. Мне уже не о чем разговаривать. После таких ситуевен. Я уже вам... Даже если очень сильно захочу что-то... Аргументировать. Уже не смогу. Вы сами все понимаете. Что происходит у нас в матчмейкинге. На таких подпиках. Ну, критов, конечно, залетает очень неплохо. Этот момент меня не может... Не радовать. 2 килла противнику осталось. Я даже, наверное, вот этого типа не успею слить. Взорвался. Мог успевать его слить, если честно. Давай, давай, давай. Да еще, может, вот этого солью. Этого солью? Ай, он уехал, да? Блин, а может, вот этого солью? Или вот этого солью? Оп. Ай, поражение. Поражение. Так, тысячу я поднял. Нифига себе, мне надо было 400, я поднял тысячу. Вот это прикол. Вот это прикольчик. Вот это хорошо. Так, 120 тысяч урона надо теперь в осаде. 120 тысяч урона в осаде. Это мы можем оформить? Ну, по идее, можем. Почему нет? По идее, можем оформить. Главное, чуть-чуть постараться, и все получится. Так что, давайте пробовать. Надеюсь, что все будет дуже добре. Осадой три меча, да, поставить? Ну, три меча это уже такое. Три меча. Это, наверное, уже долговато будет. Не получится, наверное. Наверное, не получится. Наверное, не получится. Ну, ладно. Ну, ладно. Это, если что, уже оставим. На выполнение на стримасик. Так, там уже на стримасике выполню. Заданочку. Ну, может, сейчас досрочь какая-нибудь будет быстро с осадой. Хотя мне в осаде надо 120 урона. 120 урона, это надо тоже постараться. О, звание! Хорошие! Хорошие звания! Ну, с такими званиями может у меня и получится здесь 120 сдать за такую катку. И мы тогда еще пойдем попробуем мечи поставить. Но мечи тоже против кого? Против таких званий, если мечи тоже есть шанс поставить против легенд. Довольно тяжко будет. Так, ну, мой танк живет хорошо теперь. Против таких-то, ребят, мой танк, конечно, будет жить неплохо. По 2000 гс у типов. Так, ну и можно даже точку не отдавать, я так думаю. Не? Го стараемся, ребяточки, го стараемся. Го въезжаем в эту катку. Го-го-го. Я думаю, что у нас сейчас шансы должны появляться хорошие на победу. Блин. Ну, как всегда. Но ничего не меняется. Ничего не меняется. Хорошие шансы, говорит он. Хорошие шансы, хорошие. Великолепные. Шансы, правда, на что? На что шанс? На минус? На минус, да, шансы были неплохие. На, не на какой-то грамотный муф. Так, урона очень плотно накидал. Так, надо точку не отдать. Надо точку не отдать. Один противник остался. Въезжает. Добавку. Добавочку. Хорошо. Точку скрутили. А теперь можно и захват сделать. Го захват. Го захват. Го захват. 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 Ребятки, захват. Захват. ХП бы. Откуда-то взять. Так, мамонта 0 должно быть. Мамонта должно сливать. Здесь сверху харьки прыгают. Не знаю, как там поймать момент, где-то встать. Поудачнее. Можно было накидать очень много урона. При этом не уйти быстро на рез. Моя такая должна быть задача. В этом бою. Я мог накидать урона. Очень не кисло. Так, ну и точку никто не держит, да? Что мы с ребятами здесь? Противник-то ведет 3-0. Он умеет право не брать точку. А мы когда так летим, нам надо как раз таки делать максимум. Далее победки. В этом бою. Надо делать максимум. Надо стараться. Вот здесь, кстати, может быть позиция очень хорошая для урона. Но я вот не знаю, проеду там по этой стене или нет. Но позиция для урона очень хорошая. Давайте я рискну. Не, я не проеду. Я уже вижу, что я не проеду. Так, ладно. Надо как-то точку контролить. Надо как-то точку законтролить. Попробовать забрать. Против 2 или 3 мамонта, которые очень плотно борются за нее. Они вот так не дают нам. Не дают нам шанса забрать эту точку. Очень тяжеловато против них дается. Захват. Но если их, по идее, подальше где-то отреспит, я успеваю захватить точку. Если, например, у мамонта будет далекий рез, то мы, наверное, даже успеваем захватить. Ох, рельса какая-то залетела. Откуда у меня залетела такая шальная? В спину, что ли? Не понял я. Не понял сейчас! Сейчас не понял. Шафт не хочет овер раздать? Дай овер. Ну нажми. Я понял. О, нажал. Красава. Я уж хотел сказать, что неумные ребята играют у нас. Оказывается, у нас нагибатор какой-то. Парит за игру. На диктаторе. Что мне прилетает? Прям очень плотно. Прям очень плотно прилетает. Контроль. Контроль. Контроль, контроль, контроль. Бомбочку. А, бомбу не может поставить его. Оглушили, я так понимаю. Ну и походу мы сливаем точку эту, да? Нет, опять боремся. Надо как-то ее забрать. Если мы заберем, у нас будет отличный шанс на победу и на камбэчной в этой катке. Надо ее как-то забрать. Как только? Как ее забрать? Вопрос хороший. Так, жмем аптеку. Может быть, шанс, 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 шанс может получиться, да? Давайте пробовать. Давайте пробовать, ребяточки. Хорошо, 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 хорошо. Чуть-чуть, чуть-чуть придержать. Чуть-чуть. Оп, овердрайв. Шикарный есть захватик. Сюда. Даже если бы эти типы прыгнули, я бы их быстро скукурузил, скорее всего. Да, супер. Так, первая точка есть. Где вторая? Вторая у нас слева. Очень удачная, кстати, зона для нашей команды. У нас там респы в своем большом количестве имеются. Пробуем захватывать. 20 киллов есть, 6 минут у нас еще имеются. Хочется набить и 120 урона, еще и катку это выиграть. Если выиграем, будет вообще супер. Просто бомбочка. Будет прям просто бомбический класс. О, титан овер есть. Титан не хочет поехать прожать, не? Не, ну я понимаю, что он типа такой нерисковый тип. Он хочет сначала покидать урона там. Еще что-то. Но ему было бы неплохо овер поехать прожать. Прожмешь? Братанчик. 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 Ну нажми. Братанчик, нажми. Ну. Скромная ниночка. Ой, мама, то вернольф тоже. Это может быть опасно. Шарит он? Да, он шарит. Не птичь, он прошарен еще. Он еще и прошаренный, оказывается. Я думал, он не прошаренный. Ну там без шансов. Даже если бы я его заблочил, он бы успел меня схавать и взорвал бы этот купол. Поэтому там надо было так играть. На пассив хотя бы, чтобы я накидать смог урона. Так, ладно. Заберем. По ходу дела. Есть шансы забрать. Да. Не должны меня здесь сливать. А если мы... Ой-ой-ой, хороший крик. Великолепный. Супер. Овердрайва сверху могу дать. Но давать не буду. Давать не буду. Сделаем грамотнее. Сделаем грамотнее. Ставим овердрайв на следующую точку. Точка может быть близко. Ой, неприятная точка, если честно. Нам тяжело ее очень захватывать. Я, конечно, попробую сейчас. Быстро, пока мамонты не подъехали. Вороваться на нее. Может, опять получится, пока мамонты не подъедет. Ой-ой. Поверь, он уже жестко бьет. 31 килл у меня уже. Много противников на точке. У меня плохой рез. Надо как-то успевать доезжать. Не успевать доезжать, чтобы кто-то придержал ее. Нашей команды. Если кто-то придержит, то будет шанс. Но там надо, чтобы кто-то придержал. Придержите, пожалуйста. Ну, чуть-чуть хотя бы. Чуть-чуть, команда. Команда, чуть-чуть. Мне надо еще такой. О, и поворот здесь делать, ясно понял. Бесшансовая. Бесшансовая была. Даже шансом не было на захват. 2-4. Ну, такое еще камбэчится. Такое камбэчится. Камбэчится. Еще как камбэчится. Главное, чтобы мы сейчас под захват ехали. Команда. То что-то едет, то не едет. Не поймешь. Выигрывать хотим, молодые, или нет? Алло, молодые. Выигрывать будем сегодня? Или как? Выигрываем? Мы выигрываем. Выиграем, то будет супер. Так, овердайву. Придержать здесь контентовую точку. Хорошо. Через левую никто не едет. Здесь заход мы контролируем вполне. Это захват должен быть. Выигрываем только не схавы. Хорошо, супер. Есть. Камбэчная подъезжает. 3-4. Но это уже более уверенный счет. Главное, чтобы не внизу точка. Внизу прям нам вообще не везет никак. Левая, левая. Хорошо, левая это под наш захват. Что бы вот этот шафт овер раздал? Шафт овер. Шафт овер. Брат. Овер. Братанчик. Я понял. Я понял, братанчик. Я понял. Вопросов не имею. Я вопросов больше не имею, друг. Так, ДДАшки дожил. Аптеку прожал. Точку захватил. Это камбэчная. Захватываем. То это камбэк. Это на 4-4. Еще можно успевать на победку. На победку этой катки можно успевать. Давай, 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 ребяточки. Давай, можем, 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 можем. Блин, там противника сколько едет. Дальше плац бомбу прожал грамотную. Он сможет прожать? Ну, неграмотную он прожал. Она там не взрывает его бомба. Надо было на верхний ярус ставить. Вот эта бомба взорвала типов. Из верхнего яруса бомба. Ничего не сделает. Так, у противника еще есть шанс на захват нашей точки. Но нет же, но нет же, не нет же. Но вот видите, одна бомба. Одна бомба и сколько она может зарешать? Ой-ой-ой, страйкер, 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 страйкер. Жесткий, жесткий. И мамонта. А мамонта не слил. А мамонта-то не слил. 3-5. Ну, блэд. Ну, как это обидно. Ой. Одна бомба васпа. И мы бы сейчас уже были бы в 4-4. Сейчас мы бы в 4-4 сидели бы красиво. И все. И все. И на кайфариках могли бы забирать эту катку. Вообще в легчайшую. Просто в легчайшую. А по итогу что мы имеем? А по итогу мы имеем 3-5. Очень неуверенный 3-5. И хорошую команду. Которую я раздаю овердрайв. А она меня отправляет в минус. Ну, что я могу сказать. Шикарная команда. Великолепная. Бомба. Класс. Супер. Бомбочка. Просто бомбическая темочка. Тыщенку я свою, конечно, дал. Но хватит ли мне этой тыщенки 120 урона? Нанес ли я? Вот в чем вопрос. Обидно, конечно, такие катки сливать. Обидно. Это была победная, если честно. Ну, как минимум, ничейная это была. Как минимум, ничейная. С 3-0, конечно, для противника. Это уже неплохой камбэк. НТшечку можно здесь поставить. Но выиграли было бы круто. Без победы в такой катке, конечно. Грустновато. Грустновато. Посмотрим, заданку выполнил хоть. Да, заданку выполнил. Но хоть что-то радует. Хоть заданку выполняю. Так, и 3 мяча нам надо поставить. Попробуем. Попробуем. Если вдруг сейчас что-то нормальное запикает. Нелегендное. Может, и мячи смогу поставить. Если сейчас будет какая-нибудь такая... Жесткая катка, то я думаю, что нету смысла. Я потом просто на стриме их поставлю. И уже закончу с этой заданкой. А видос мы уже тогда быстренько-быстренько-быстренько закончим. И будем продолжать прокачку нашего аккаунта в надежде, что у нас совсем скоро уже будет МК-7 Дико Страйкер. Будет следующее звание. Ну и будет третий резист. Третий резист я сразу думаю, что буду прокачивать до... Какого там получается? До МК-6, да? До 30%. И все резисты вроде как на марш, когда открываются у нас в последующей прокачке. Так, ну что, бой. Бой, ну такой себе. Такой себе бой. Такой себе бой. Я не знаю. Ну, можно попытаться, конечно, доставить что-то. Три мяча. Против таких типов опасных. Давайте попробуем. Может быть, получится. Кто-то у нас вместе с вами. Может и не получится. Птички у меня нету. Бежим от мамонта. Увердрайв бы сейчас. Помог бы мне. Увердрайв бы мне помог. Вот это легенда, конечно, играет. 6500 у легенды. 8900. 8900. У легенд. Да? Нормально? Нормально будет. Тоже считаю, что нормально. Вполне. Вполне нормально. Так, может быть, сейчас наш молодой человек подкатит мяч куда-нибудь ближе к доставочке. А мы сыграем по старой схеме. Схема называется от штока до штока. А, понял. Тайкер сзади меня, оказывается, был. Нам вообще лучше через лево ехать. Через лево у нас на доставку будет намного больше шансов. Здесь направо не ехать, конечно, можно, но шансов на доставочку тут через право очень и очень мало. Тут больше шансов у противника на сейф мяча. И у нас на доставку. Пробуем сейчас через эту зону как-то пролететь. О, всех отриспили. А вот это уже шанс. Это уже шанс на доставочку. Ой-ой-ой. Ох. Так, хорошо. Есть контакт. Первый есть. Первый есть. Если есть первый, то тут и не за горами второй. И за горами второй. Давайте пробовать. Мне надо еще и второй, и третий. До звания осталось 15 тысяч. 15 тысяч. Нормально я тут за видос званочку поднимаю. Так, есть шанс на подборе. Желательно, конечно, оптимейты наши. Чуть-чуть тут поработали тоже. По оппоненту. Чуть-чуть работы сделали за меня. Чуть-чуть работки, работки чуть-чуть. Так, это то надо сливать. А, это вас по жига. Я думал, тут у вас по страйкер, а там еще и за вас по страйкерам еще и вас по жига есть. Ну, в типы прикрывают своих тиммейтов. Ну, ладно, ладно. Но у меня есть овердрайв. Это хороший бонус. Главное просто на подборе не потерять хп. На подборе хп-шку особо не потерять, то... Что-то можно доставлять. Давайте сначала попробуем дать шанс нашему тиммейту, чтобы он чуть-чуть повез. Может, почистил заодно. Почистил зону. Здесь дроповая аптека. Да, я тоже забрать. О, шафт лечащий. Так, Викафрис хочет. Хочет заходить, да? Давай, братик. Даю тебе буста. Даю тебе бустика. Бустереночка. Хорошего. Хорошего буста и от штока до штока. Супер. Вообще, тупер. Просто топчик здесь залетел, конечно, контентовый. Это был супер момент. Ну, от штока до штока, конечно. Ну, ладно. Ну, подстраховал нормально тиммейты здесь. Тайминги в своем. Страховочка хорошая залетела. Но всегда бы так реализовывать грамотно в матчмейкинговых боях. Так, ну, две доставки уже есть. Осталась еще одна. Еще одна. И будет супер. Еще одна и будет супер. Так, что тут у нас? Курсейдер. Курсейдер, харек. Главное поймать просто тайминг, чтобы у меня было фулл хп. Фулл хп и аптека. Да, доставляется флаг очень... Вернее, не флаг, мяч. Доставляется очень просто. Очень просто. Так. Ну, если еще овердрайв сверху есть, то это вообще бомба. Если овердрайв есть, то это вообще супер. Так, один противнику падает в минус. Противник с чем? С мячом, да? Супер. Так, сейчас вот этого бомба унести, типа. Бомба ставит, я понял. Я понял. А ну, пробуем здесь через лево. Только разыграть аптеку. Мне приходится прожимать уже прямо сейчас. Вика и Зида. Ой-ой-ой, сколько противников. Здесь прям... Здесь прям вообще никак. Прям вообще никак. Ну, лучше всего, да. Лучше всего, короче, давать возможность повести мяч своему тиммейту. Он, например, довозит его до какой-то определенной зоны. И потом уже с этой зоны я беру его. Так, да. Так будет мне лично проще. Ну, у меня будет больше шансов вообще на доставку, в принципе. Будет больше шансов. Потому что, ну, хп не хватает, откровенно говоря. Все-таки тут уже легенды. Уже не такие прям мальки какие-то играют, как, например, сейчас в осаде было. Поэтому уже доставочка так просто не реализуется. Так, ну, у меня есть еще аптека. Есть овердрайв. И есть очень большое количество противников в спине. Ну, ладно, пробуем. Не знаю, получится, может. Да, получится. Шикарно. Супер. Есть контакт. Ну, что я могу сказать? Ну, все. Три доставки есть. Три доставки есть. Я вот думал, что будет очень тяжело это все дело реализовать. А, все три получилось сделать доставочки. И мы сумели выполнить еще и все заданы. Еще и все заданы. Хотя я думал, что только на две меня хватит. Поэтому это очень и очень хорошо. 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 Ну, тогда нам надо уже приступать к завершению этой катки. Можно тогда уже задуматься о досрочке. Может, сейчас противник вообще ливать с карты начнет. Типа в тилте 3-0. Есть такой момент. Противник сейчас в тилте находится. Наверное, нет. Наверное, не в тилте. Все-таки тут такие звания, которые играют до конца. В большинстве своем. На легендах очень часто ливают. Когда там уже счет разгромный. Не сидят, ребята не качают. А на мальках, я думаю, что здесь без разницы им, знаете, они думают. О, это 3-0, это ничего страшного. Можно 3-0 полетать. Но все равно там что-то заработать. На легендах просто типа ливают с катки. И все. Просто рун-рунчик. И все. Здесь такие еще бойцы сидящие. Сидят до конца. Так, у нас был, кстати, какой-то там чел, который хорошо вез мяч. Где он только? На Викафрезе. А, вон он, снизу катает. Может быть сейчас, если он на подборчике сыграет. У нас даже вообще могут доставить еще. Я свои 3 доставил, что-то как-то расслабился. Типа начинает вести сразу. Оп, 3-1 уже. Прекоряйте, они сейчас еще камбэкнут катку. Ладно, нет. Надеюсь, что этого, конечно, не произойдет. С 3-0 камбэк отдать. Это максимально печально. Я надеюсь, что мы такой камбэк здесь не отдадим. В крайнем случае можно мячи повыкидывать. Чтобы у противников не было шанса на доставку. Но можно просто попытаться подоставлять кто-то. Викафрез сейчас почистит дорогу. Не почистил, к сожалению. Накидочку мяча сделал, чтобы подольше на подборе играли, ребята. Ну, 5,5 минут остается. Надо сейчас посливать их. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, какая плотная. Сейчас залетела. Плюха. Плотнецкая такая. Мы здесь в крайнем случае можем подождать подъем оппонента. Ну, только не толкай, чел. Что делаешь? Ну, еще одну доставку отдайте. У меня точно... Было не все так приятно. Я уже начинал задумываться о том, что у меня за команда жёсткая такая. Которая даже 3 доставки после 3 доставок начинает собивать и неуверенно себя чувствовать. Так, ну давай, Вика, фриз. Давай. Пора. Пора что-то какой-то фланг хоть отжимать. Поппер, конечно. Плотно накидывает. Вика, рековердрайв будет жать, да? Угу. Угу. Прячемся. Ну пока тяжело. Тяжело. И шанс у противника здесь хороший. На доставочку, поэтому надо чуть более аккуратно, наверное, уже под сейв поиграть. Просто. Просто под сейвик. На победку. на под сейве поиграть, выиграть. И всё. Не забыть. Будет такое, ну... Не совсем, наверное, интересный геймплей. Но... Но победа-то нужна. Правильно? Мы же не можем отдавать такие катки. Мы же не можем просто взять и... Типа сказать. О, так я 3-0 повёл. Заданку выполнил. Можно сливать. Нет, 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 нет. Катку уже отдавать нельзя. 3-0. Тем более. Самые обидные бои, когда ты с 3-0 отдаешь. Ну, там, с 3-0, там, с 4-0. И тебя потом просто залетают, выносят, и ты такой балая. Ну, как такое можно слить? Ну, как такое можно слить? Так. Поэтому... Лучше аккуратненько. И на победку. Чем... Рваться вперёд, рисковать и по итогу проигрывать. Сейчас надо демок нормального накидать. Чтобы типы даже не доехали особо до зоны никакой. Вот это Hunter Rezido очень жёсткое. Очень много. Очень много полезных вещей делает для своей команды. А, у него визита с вампиризмом. Тогда я не удивлён, если честно. Не удивлён, почему он так много живёт и почему у него многое получается. Ну, зато хотя в тиммейте не может подлекать. Это тоже хороший плюс. Так, а сейчас, кстати, открывается шанс на доставку. Открывается шанс на доставку. Шанс на доставочку. Нет. Или да. Да. Наверное, да. Больше да, чем нет. Или больше нет, чем да. Мне так показалось в моменте, что есть шанс на доставочку. Сейчас я хорошо увернулся. Увернулся от бомбы. Минута 40 ещё есть у нас. Но здесь вряд ли уже счёт поменяется. Я имею в виду, мы уж точно, скорее всего, здесь не поставим. А вот у противника может быть что-то, что-то ещё шансы какие-то есть. Минимальные. Минимальные. Ну и то. Эти шансы сейчас уже будут равняться максимум одной доставке. Максимум одной доставке. Потому что времени уже остаётся крайне-крайне мало. Ну и я стараюсь оттянуть как можно дальше этот мяч, чтобы если уж противник и вёз, потерял крайне большое количество времени на подбор мяча, на его доставку. Ну и здесь у нас тоже есть Викафриз, который хорошо работает в этом плане. Так, можно овер прожать. Минута рядом есть. ещё урончика сверху покидать. 40 секунд до конца остаётся. Ну давайте наверное в этой позиции поживём, постараемся покидать урона. Хорошая выгодная позиция для нашей команды. Здесь уже рваться особо некуда. Просто держим зону. Закрываем тех, кто едет. Ой-ой-ой, плотно залетело мне. Ну всё, 20 секунд до конца. Свою работу я выполнил. Свои три доставки я оформил. Постарался. Полетал чуть-чуть. Ну, один, к сожалению, мячик мы, конечно, противнику дали доставить. Но на этом всё. На этом всё. Больше ни одной доставки мы не отдали. И заданки выполнены. Кто может, кто не может, конечно же, не радовать. Так, ещё и 2000 заработали. И у нас осталось практически, практически 10 тысяч, да, до новой звонки. Ну, 14, 14. И контейнер забираем. Как-то так, друзья, как-то так. Не забывайте поддерживать видос лайком. Сегодня у нас такой очень довольно долгий видеоролик получился. но бывает и такое. Поддержите видос лайком, подписывайтесь на канал, если ещё вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видосы. Также не забывайте, что каждые 10 лайков это открытие одного контейнера, поэтому бах, нажмите по-красивому. С вами был Мистер Ваньков, всем, друзья, и всем пока. Мистер Ваньков,